Тесто поднялось. Очень красивое тесто с разными зеленушками. Сейчас Оля это все разделит. 4 пиццы сделаю. Так вкусно так? Я здесь сразу добавил орегано и вот это. Продолжение следует. Продолжение следует. В общем сейчас Олю доделает. Промажет еще чуть-чуть сверху маслом. Закроем это пакетиком и мы пойдем пока прогуляемся на улицу. Минут 20. Как раз погуляем, придем и начнем делать пиццу. Все, мы погуляли, пришли и тут у нас смотрите какое мощное тесто. Прямо отлично получилось. Также сделали сейчас соус. У нас был фарш подготовленный, пожаренный. Взяли, закинули в общем там блендер, фарш. Добавили туда одну помидорку, один перец свежий. И еще добавили чуть-чуть соус. Все это перемешалось и у нас получился вот такой вот соус, который мы будем добавлять на пиццу. В общем-то это мясо, фарш. Также я натер еще моцареллу. Соус я добавил вот столовую ложку с горкой вот такого-то, чтобы сырный вкус был. А вот смотрите какое тесто. Такое легкое. Все прям. Другой стороной. Тесто вообще шикарное. Великолепное. Великолепное. Вот так. Вот так. Вот буквально там за минуты-полторы и все готово, да? Да. Ничего раскатывать не нужно, руками вот так вот сделаю. Тут принцип такой, вот эта вот булка, вот эта сторона вниз, а то, что там, это разминать, краешки не трогать. И вот так вот, ну вы видели, как это сделает. Все, получается вот такая вот штука. На вот этой лопаточке мы не формируем пиццу, потому что она прилипает. Мы все-таки остановились на нашей сеточке, которая у нас там сбоку. Достанешь? Достанешь. Вот такая вот. Вот к ней вообще идеально, не прилипает ничего. Скатывается хорошо. Даже если вы сделаете такую пиццу, где много ингредиентов на ней будет, она все равно хорошо скатывается. Ну и, конечно же, вот этот камень, который у нас в духовке стоит для пиццы специальной. Такое лёгко, пушистое. Раз уж в нашу жизнь зашла пицца, нужно её уметь делать, потому что это любимое лакомство детей. И у вас просто должен быть вот такой камень. И вы должны уметь делать вкусную пиццу. Так, выходит, и дешевле, и вкуснее. По-любому очень вкусно. С обычными пиццами вообще, ребята, не сравнивайте. Потому что здесь мука хорошая, ингредиенты качественные. Масло здесь дорогое, хорошее, качественное. Не фигня какая-то. Ну, в принципе, можно прям не все дорогие ингредиенты брать. Нет, для себя по возможности максимально хорошее. Насколько это вы можете себе позволить. Ну да. Если ты можешь позволить себе по самолете слетать где-нибудь во Францию и купить там... Или в Италию. Ну, это понятно. Я не про таких людей, а у которых... Мало ли какие люди, разные бывают. На автобус иногда денег не бывает. Ну, там, можно... Любую муку возьмите самую. Да, и сделайте. Простую, да. Ровно то, что ты покупаешь в магазине, то, что ты считаешь правильной едой для себя, просто берешь и добавляешь сюда, и все. Так же, вы же всякие специи добавляете, что-то не добавляете. У кого там какая реакция организма? Ну, в общем, хочу сказать то, что в любом случае, даже у кого денег нет, когда-нибудь заказывайте себе пиццу. Но лучший вариант будет приготовить ее самим. Это будет тогда и дешевле даже, возможно. Е-е-е, бой! Ледка. Слады. Видишь? У Эдгара тренировки пошли. Да, и ничего не рвется, вот. Эдгар, я сейчас не успею сварить пельмени, и ты сделаешь сейчас через 7 минут пиццу, и Милана, конечно, скажет, я не буду кушать. Пельмени с картошкой. Я буду кушать пиццу. Так, делаем. Там, наверное, уже согрелось, в принципе. Пусть еще прогреется. Ну, куда ты? 16 минут, в принципе. Одним словом, мужчина. Горячее нет, и руками туда. Вообще идеально. Хочу посмотреть вот это. Все, знаешь, что сделаю? Эта пицца поприкольно получилась? Побольше. А куда это все девать? 4 пиццы. Это же толщина, то же самое. Я так, с хлебом слил. Если соус останется. Ну, там что, мясо, блин, так вкусно. Я попробовала. Еще и сырный вот этот соус, там помидоры. Вот эта штука у нас уже просто готова. Это не просто соус, это фарш. Оля подумала, что это я соус лью просто так. Нет. Сработало. Я же знала, что там фарш. Что-то мне говорилось. Не, не, ну то, что много. Это же немного, это фарш, толщина. Ну, так-то, да. Кстати, можно просто соус такой сделать и на хлеб мазать, как паштет, что-то такое, да? Вот когда дети у вас мясо не едят, можно сделать фарш, вот это все замесить вот так. Тут же 4 штуки надо будет, даже еще надо будет. Нет, просто она припечется так. И когда уже здесь готова, мы просто перемешали. Вот эту штуку вот уже можно кушать. Я протестал. Готовое мясо, а, тесто? Тесто, да. Там потыкать тогда, наверное, надо. Я вам припечется, куда-нибудь делюсь. Еще берем... А колбаски? Давай колбаски снизу, сверху. Нет, это без колбаски. А, просто, да? Да, я это хочу просто вот вместою. Такую прям серьезную мясную хочу это сделать одну. А остальное уже как хочешь, так и сделаю. И это чисто себе. Такой хитрый. Ты ж не хочешь. Ну так вот сейчас сделаем. Просто ради интереса хочу. Не, ну фарш оставлять сверху. Он не подгорит, надо сыром же засыпать, чтобы под сыром внизу все так это вкусненько было. Ой-ой-ой, так и сделаю. А, то есть сверху еще сыр будет сделать. Ничего себе! Посмотрите на него. Двойной удар Ван Дамма будет. А тут уже четвертый слай пошел. О-о-о. Ну, пицца так пицца. Ну да. Такую вы нигде не купите. Да. Это точно. Ну, маленечко вот так отхочу сейчас. Сделать. Все. Вот такая, ребята, обалденно. Просто мега чумовая. Наивкуснейшая будущая пицца. С отличным просто тестом. И в тесте еще и всякие разные, танеца разные, добавки. Так что тут вообще будет великолепно. Открываем. Пачкаем духовку и дальше. Все. И-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Бой! Будет очень вкусно. Кто красавчик? Все. Ждем минут пять-шесть. И все готово. Делаем следующую пиццу. Тут тоже намазал мясом. Также у нас есть специально коньячная колбаса, сыро-копченая. В общем, колбаса для пиццы, если коротко. Она очень соленая, из-за этого мы больше ни огурцов, ничего такого не ложим. Ну, она придает такой прям вкуснейший аромат. Пицца прям. Как будто, да, это настоящая такая. Ну, как настоящая, у нас как раз-таки настоящая просто ощущение той ресторанной пиццы, к которой мы привыкли. Так. И настоящий сыр моцарелла. У нас получается 4 пиццы каждому по одной, да? Ну, да. Да, вот это мы, конечно, поездим. Вот это обалденно просто. Сейчас сделаем, нальем чаек, и вообще будет красота. Так, это тоже сделает напополам на следующую тогда. Пицца так пицца. Вот так. Все, ждем, когда та приготовится. Она так классно там выглядит вообще. Маленечко, вот так вот. Это оригами? Да. Чистит. Угу. Да, хорошо. Вот там можно просто это показать. Какая там красота. Вон она. Да. Сейчас еще пару минут. Да, и ты стоим. Так, все, ребята, готово. Достаем. Блин. Просто великолепно. Так, все отлично получилось у нас. Шикарная пицца. Так, загоняем эту пиццу. Следующая пошла. И буду делать сейчас следующую пиццу. Пускай это маленечко постоит. И после мы это все дело разрежем и покажем. Ах, как пахнет, блин, просто. Такой аромат. Такая прям булочка получилась. Отлично. Короче, великолепно. Сейчас кто-то покушает вкуснее. Так, пошла, ребята. Вторая пицца. Достаем. Отличненько просто. Это у нас идет мясо, плюс вот этот колбаска и сверху сыр. Если бы вы додумались вот так вот на пасту сделать, надо было на день рождения такить вот еще. Да. Вот эти просто очень удобные такие. Прямо залитые. Да? И я думаю, что вкусные будут. Все. Теперь делаем следующее. Так, следующее я сделал снизу. Колбаску вот эту положил. Потом сверху мясо. Вот это соус. И сейчас половину на вот это мясо накидаем сверху. И колбаску даже будет не видно. Вот таким образом. А третью, последнюю пиццу хочу сделать просто вот колбаска и сыр. Без мяса уже. Ну, можно разоградить, а колбасу сверху положить. Или она сухая будет? Сухая? Лучше пускай растает, она снизу такая. А так она сверху как будто подгорает. Точно. Так, погнали. Так, и все. И теперь я еще последнюю, третью сейчас раскатаю. И в принципе готово. Вот такое вот тесто обалденное. Достаем третью пиццу. О, обалденное просто. Смотрите, какие борта. Короче, очень круто. Очень. Это у нас третья. И это я сделал четвертую пиццу. Здесь чисто колбаска, натертый вот этот вот сыр. И чуть-чуть закинул этот красный перец, как он называется? Паприка. Паприка сладкая. Чуть-чуть для цвета. Все. Засекаем. Эту чуть-чуть поменьше будем делать, потому что она тоненькая. Минутки, наверное, 4 максимум. 44 минуты, короче, достаем. Последнюю четвертую пиццу, ребята, достаем. О-о-о-о-о. Ну, это просто мега, шикарная пицца. Офигеть. Называются горы. Горы Армении. Вот это да. Это насколько, блин, круто поднялось, да, тесто, блин. Это получается, когда тонкая пицца. Тонкая, да. Нужно дырочки делать, чтобы не сдувалось. Ну, оно, в смысле, и так вкусно. Ну, да. Хлеб, когда делают, он такой бомб поднимается, лепешки специальные есть. Прокалываешь, они опускаются. Это вот, хотел сказать, фукачо как раз она с тонкой лепешкой, вот я прокалываю вот. Вот она тоненько, видите? Ну, вот и, конечно, больше пиццей пахнет, чем вот эта. А почему? Потому что здесь чисто идет колбаска и сыр. А фарши нет, да? Здесь больше, да, такой фаршевский запах. Он не совсем пицца больше, как пирог. А пицца, вот реально, если пицца, так это вот колбаска и сыр. Ну, и зеленый вкус. А соус ты ничего никакого не делал? Нет, ничего. Просто колбаса и сыр вообще без соуса. Да. Сейчас я это все разрежу еще. Ты должен каждую попробовать и сказать, какая вкуснее. Ну, тогда пусть остынет и сделаем. Да. Дегустация будет у нас. Пришло время! Аллилуйя! Короче, начнем мы сначала вот с этой пиццы. Так хорошо режется. Не зря мы все эти приспособления купили все-таки. Так мягко! Прям отличненько! Прям чувствую! И вот эта доска все-таки вообще, да? Да. Классная. Отлично! Короче, великолепно, ребята, получилось. Вот, видно. Хлеб готов. Очень вкусно! Короче, просто нереально вкусно. Поехали, давайте дальше. Я не знаю, как даже делать. Вот это на тарелку нужно перелазить. Куда у нас такие тарелки сиделись? Большие. Так, это у нас пицца. Так. Ну, давай любую без разницы. Все равно зацередите. Только по центру уважаю, то здесь маленькие кусочки будут. Ну, ты такая пышненькая. Нет. Вот это пицца. Почти пирог. Прикольно. Ну, вот эта штука. И прикольная, и непонятная. На пиццу не похожа, да? Да, на пиццу не похожа. Похожа больше на пирог. Потому что вот этот, как крем-пюре, как будто я же суп и делаю пюре крем. Вот это ощущение... Паштет. Паштетность, да. Да. Но зато мягко кушать и приятно. Это будет называться пирог из фарша. Да. Но хочу сказать, что лучше добавлять, конечно, просто кусочками фарша. Вот это такое очень мягкое, может быть, детям, кстати, понравится. Но я бы хотел больше такие кусочки жареного мяса, чем вот этот паштет. В принципе, кушать-то вкусно. Ну, это как раз мне, наверное. Да. Детям, да. Потому что детям. Спасибо. Мы когда на Новый год просто ели, там тоже кусочки фарша были, я вообще не могла есть. Ну, это больше получилось реально пирог, чем пицца вот эти, с фаршем. Угу. Вот та первая конкретно пицца. Не с фаршем, а с этим, с паштетом. Потому что с фаршем реально на пиццу похоже получается. Паштет. А тут паштет. Потому что я через блендер так разграбил там, конкретно. Это еще, это самое толстое, надеюсь? Да, да. Супер-мега паштетное. Ну, как будто, знаешь, этот, накидали слой прям паштетом и мазали с кремом. Вот такая штука. Мм, вкусно же. Угу. Ну, такое уже не пицца, да? Угу, не пицца. Угу. Так, а вот это вот сейчас. Тут вроде паштет вверху. Ужать можно, но? Он больше, такой немножечко, этот, пригорел, получается, да? Ну, такой, пожаристый. Ужать. Как раз-таки с этим можно даже больше поджаривать. Угу. Потому что она очень мягкая. Ну, тесто не сырое, ничего, да? Нет. Угу. Она просто очень, это, очень мега паштетная. Угу. И толстая. Вот эти больше пироги. Вот это прям видно разницу. Да, вот. Да. Смотрите, вот. Толщина. Вот. Это, это вот пицца. Это пирог. Так, что вам давайте следует. Ну, с этого прям наешься. Чуть-чуть еще смахиваю, как будто детское питание. Хе-хе-хе. Не знаю, может тебе понравится такое. Здесь я сделал, видите, борта толстые. И тут еще присутствует, получается, колбаса. Вот. Смотрите, толстый, очень хороший хлеб. С классными бортами такими прям. Здесь есть и колбаска, и паштет, и сыр. В общем, все, что нужно. Вот это вот нормально. То, что нужно? Угу. Так, надо запомнить. Что там было? Колбаса снизу, потом сверху паштет и сыр, да? Угу. Ну, короче, колбаску снизу надо делать, чтобы ощущение было пиццы все-таки. И потом только паштет. В принципе, отлично. Так, ну, смотрите, из всех первое место я по-любому, ну, как пицца отдаю вот этой штуке. Просто вот, как бы, пицца на пицца. Хлеб сверху, чуть-чуть колбаска, там, сыр чего-то. И без всяких соусов получается. Без всяких там, да, соусов и заморочек. Ну, так экономно даже. Ну, в этом и есть, как бы, чем минимум всего, тем максимум на пиццу похоже. А из этих, в принципе, тут один и тот же получился, только слоя разные. И самое нормальное, вот, из них, это когда сначала колбаска лежала, потом идет фарш и потом уже вот этот паштет. А, где-то из них здесь. И где там очень много паштета, там, максимальное ощущение детского питания. Ну, кушать, в принципе, офигенно. Ну, просто съешь одну пиццу и наешься по-любому. Кстати, папе можно твоему отнести, он как раз... Это такая мякоть. А ты тут, раз помнишь, мы делали вот такую пиццу, и он сказал, что для него это слишком жестко. М-м-м, вот, пицца. Это что? Ну, вот, которая проста. Которая пицца-пицца, ее тонкая. И без заморочек. М-м-м. Ну, зато как пропеклась, пузырьки. Короче, нормально. Все. Кушаем.